всем привет сегодня хочу вам показать свою самую любимую сборку самую надежную и стабильную это сборка на rinux minson amon 17.2 по опыту скажу вам что я ставил 17.3 и с ней было столько мороки там и system bug не работал и виртуальная коробочка не хотела работать и постоянно что-то там вылеталось слетала короче я плюнул на все значит у меня была официальная сборка 17.2 я ее настроил вот посмотрите как она работает ну первое виртуальная коробочка скорее всего даже нет вот system bug запускайте system bug видите на меню все заводим пароль user делаете тут создаете образ вот нажимаете создать получается образ этот образ созданный запускается на виртуальной коробочке единственная значит особенностью что ну вот system bug программа полностью на русском языке но когда вы сделали образ и записали его на флешку он запускается вот таким образом менюшка только на английском языке вот на первое нажимаете bootleaf system дальше все пошло нормально программа грузится значит образ работает нормально значит он из флешки будет работать нормально из флешки я на всякий случай всегда делаю проверку делаю проверку и записываю на жесткий диск компьютера что сделал и сейчас то есть все работает все проверено как говорится мин нет дальше видео редактор значит в рабочем состоянии все готово только нажимаете на него выбираете файлики видео которое вам необходимо редактировать и редактировать и редактировать их как говорится нет проблем программа систем simple screen recorder настроены работы сейчас веду ей запись настройки на ней вот еще раз покажу посмотрите все уже сделано можете только поменять имя файлика там на 0102 или как вам нравится нажать начать запись и у вас пойдет запись все настроено дальше очень хороший выбор аудио плееров а морок и банши аудасити великолепный значит очень такой толковый в нем можно также как видео редакторе редактировать звуковые файлы и есть еще даже и 3 клементина тоже значит хороший такой плеер песен на звуковых файлов но лучшим считается на первом месте стоит амарок вот амарок то есть три проигрывателя звуковых файлов на любой вкус как говорится и цвет выбирайте любой работайте с любым тот который вам не понравится просто возьмете и удалите программа первый раз запускается не быстро потому что программа морок она скажем так довольно таки сильная но тем не менее вот она здесь появляется видим значка музыкальной ноты значит ну тут было на потекло остановлено можем нажать то есть нормальная хорошая программа вы выберете на любую вашу любимую или амарок или банши или клементину остальные просто-напросто уберете вот и все значит видео проигрыватель sm-player и media player vlc то есть два великолепных видео плеера плюс приложение к см-плееру sm-tube то есть ищет вам самые различные файлики на трубе на youtube вот набрали допустим ну что-то моя любимая группа ну чиж нажали enter посмотрели но допустим фантом так да пожалуйста смотрите как говорится и слушаете понравилось добавляем его фавориты если что опять зашли значит в sm-player открыли фавориты вот уже песенка сюда добавлено то есть практически sm-player связан с поисковиком значит файлов на трубе вот этой кнопочкой вот youtube броузер через который вы можете поискать видеоролики своих любимых песен и не только их слушать но и смотреть вот за что я его и люблю хотя велись и по он помощнее но в зависимости от того что вам нужно что вам нравится пошли далее но графика представлена очень хорошо здесь имеется мощные редакторы изображения изображения гимп есть значит просимки редакторы изображения там а просмотр имиджмейдж и гсумб кстати при помощи гсумб я спокойненько уменьшал размеры пнг файлов до необходимой мне сказать пропорции интернет ну есть дропбокс есть мегасинг в автозапуске я их отключил если вам нужно вы их запустите потом в автозапуске можете их подключить и пользуйтесь эта кладовочка на 50 гигабайт бесплатных это на 2 разницу почувствуете понятно да два броузера google chrome и в броузер firefox качалка торрент файлов трансмиссион и просто качалка больших файлов ну и две программы которые допустим мне и моей команде приходится постоянно значит использовать чтобы помогать пользователям в настройке там значит их значит линуксов это программа тимью и skype tab но вначале должны вы запустить skype skype зарегистрироваться зайти выйти затем запустить skype tab значит после того как skype tab у вас значит вы запустите там тоже надо будет провести ряд небольших настроек выйти чтобы все сохранилось снова зайти и тогда у вас будет все как говорится тоже skype все нормально и в одном окне программа семью у меня на эту тему масса видео уроков так что посмотрите в google chrome и в mozilla еще до вашей регистрации в частности в google chrome сразу вставлен блокиратор рекламы это первое вставлена значит закладочка на наш сайт где всегда вы можете посмотреть попасть не рыскать нигде не искать поискать ответы на все ваши так сказать вопрос потому что у нас здесь много что чего есть и основы и дистрибутивы и так далее ради бога специально я не ставил ни вайн ни кроссовер не стим никакие игры надо будет есть видео уроки вайн ставится посмотрите в уроке по балаболке там практически на первая часть его абсолютно идет по балаболке из вишенки вот вишенки наберете значит так это видеоролики я убираю посмотрим где тут балаболка вот она так вот практически все это вот ставится грубо говоря считаете что это вайн вот вайн а сама балаболка ставится у меня смеги там только ставится программа и голоса а вот это вот все когда вы ставите вас получается нормальный вайн и с вами вы можете запускать большинство игр из под винды вот таким вот образом причем я так хитренько сделал что программа команды и видео она у вас уже встроена и вам ничего не нужно нажимать вот просто вот нажали и все команды вся информация здесь необходимая все у вас вот таким вот образом то же самое сделано с броузером фаерфокс броузер фаерфокс многие очень любят и любовь это заслуженная вот вот пожалуйста берем открываем опять таки вкладочку и попадаем на сайт где значит всегда есть информация на русском языке о наших сборках там последних роликах и прочее и прочее и прочее вот все здесь у вас под рукой никогда не потеряете вот таким вот образом дальше конки самые последние мои коночки которые вот я сделал самые свежие я их уж тут вылизывал прилизывал и цвета там подбирал и так далее и чтобы глаз не резало и в то же время чтобы было как говорится все ясно и понятно теперь значит для пользователей у которых скажем есть страсть значит все делать по-своему ради бога первым делом например вам не надо конки нажали на конки вот они галочку убрали конки вас улетели не старайтесь полностью конки брать и удалять потому что придет время и вам какая-то понадобится системная информация системная информация здесь предоставлена великолепно мне много сказала людей за это дело спасибо потому что здесь есть информация системе центральном процессоре оперативной памяти файлы подкачки и значит по интернету там как что там работает так далее единственное в настройках конки там надо смотреть если у вас беспроводная сеть то зайти в настройки в конках и значит просто напросто поменять вот здесь вот тип сети если есть это х это проводная иногда бывает это х1 это х2 если беспроводная ставите wi-fi тоже в лан 0 в лан 1 в лан 2 обычно и нажимаете применить как только увидите что цифры подбежали здесь значит поймали необходимую сеть вот и все конки виджет очень хороший его тоже очень многие любят время значит будете менять также просто вот зашли сюда настройка даты и времени нажали разблокировать здесь я значит завожу пароль юзер и просто напросто выбирайте часовой пояс даже если у вас город не входит в этот список подбираете часовой пояс который дает время сходное с вашим вот таким вот образом вот таким вот таким нет проблем просто выбираете необходимый часовой пояс для себя вот подобрали все это дело ради бога нет проблем значит опять нажали значит заблокировали все время время настроено то же самое делается с погодой у меня идет по ливерпулю идете в настройки узнать местонахождение нажимаете сюда попадаете на веб-сайт и вот здесь вот английскими буковками пишите свой город вот и все не знаю ну ну какой ну давайте новгород правильно написал правильно нажимаете на поиск вот пожалуйста есть несколько новгородов из россии и есть еще оказывается но это новгород сверский так великий нижний новгород просто есть но вот допустим вот этот вот взяли просто там не великий не нижний там да просто взяли новгород россия скопировали пошли сюда вставили сюда и просто напросто закрыли вот вам пожалуйста все идет по новгороду понятно да то есть опять таки проблем с установкой погоды никаких я не вижу загрузчик операционных систем если у вас на жестком диске стоит там две три там пять или там десять операционных систем беспроблемно они с этой программой живут в паре это поисковик операционных систем а это как говорится настройщик позволяет установить их в любом порядке видеоролики на эту тему есть менеджер установки программ а это менеджер пакета они несколько чуть чуть отличается тут значит еще менеджер тоже приложений чем хорош тем что он на русском языке тут можно посмотреть по категориям выбрать вот пожалуйста есть игры искусство наука офис выберите то что нужно то есть вот раз два три это три источника установки вам самых различных пакетов программ плюс значит еще одним источником является установка через терминал и дебяновские файлики вот пять источников при помощи которых программа ставится на жесткий диск программа варите вот пожалуйста программа варите включаете ее и начинается смена обоев значит пошли сюда в параметры посмотрели менять обои каждые пять минут пожалуйста можете поставить менять каждую минуту менять при запуске да кому какая разница все сделали закрыли пошли все через минуту обоины будет меняться лень ждать переключатель обоев пожалуйста вот пошли сюда пробежались там по обоим выбрали на какой-нибудь там подходящий это говорится вашему вкусу там цвета ощущению там и так далее что это вам допустим понравилось взяли вот ради бога это можно тогда уже будет закрыть вот у вас останется здесь вот такая вот обоинка не понравилось предыдущие не понравилось предыдущие вот встали на то что было вот такая вот хорошенькая программка допустим захотели вы какую-то обоинку взяли скопировали его сбранная попалась красивая обоинка вы решили сохранить заскочили на параметры избранная открыть папку вот пожалуйста ваша обоинка сидит вот она надо идете сюда и делать ее даже фоном рабочего стола дело ваше понятно да то есть вот такая вот чудненькая программа варите я сейчас из нее выйду с ней поиграетесь посмотрите а у меня она в автозагрузке на я ее выключал вот автозагрузка если хотите чтобы она вас работала на постоянку то значит вы здесь вот так вот сделаете на постоянку она вас будет автоматически при запуске компьютера значит загружать работать если вам не нравится частая смена будет пожалуйста взяли просто напросто и отключили из автозагрузки и все и тогда будете запускать только по своему желанию то есть вот когда нажмете на этот значок дальше значит что еще офис офис представлен хорошо одна из самых последних или предпоследняя версия ну по крайней мере все самое необходимое здесь есть я просто сажу по картинке что это одна из самых последних версий нормально дальше прочих так стандартных имеется ряд как говорится программ имеется программа черетри но они тут вот у меня в основном расположены на панельках или в кайродоке или как говорится на верхней панельке не все ну скажем так а самое необходимое допустим программа отформатировать флешку вот вставили флешку взяли выбрали ее начали форматировать надо наоборот что-то записать на флешку можно записать вот при помощи этой программы выбрали образ там нашли его вставили выбрали флешку нажали записать и будет игриться вам счастье дальше в администрирование значит но опять таки многие программы они у меня представлены на карадоке и на верхней панельки вот таким вот образом в частности я люблю пылесосик пылесосик позволяет мне скажем так производить чистку но делаю очистки обычно скажем так ну раз там две там три недели то есть не каждый может день вот здесь вот набираете там это все эти дела вот нажимаете здесь очистить заводите там пароль юзер или ваш там который вы себе сделаете вот когда будет вот эта запись значит просто берете его и закрываете программа хорошая но каждый день или раз там два или три раза в день использовать не следует вот таким вот образом то есть все работает все работает нормально значит программа значит тим ю для доступа для удаленного доступа к рабочему столу работает нормально позволяет допустим вам предоставить доступ к своему рабочему столу кому-то более опытному или наоборот вы можете при помощи этой программы управлять рабочим столом человека которого вы хотите оказать помощь это сделано мой любимый двухпанельный файловый менеджер чем он хорош что у него есть вот режим работы в корневом режиме тут заводится пароль и вы получаете практически уже теперь доступ ко всем файлом которым раньше вам сказать виду ваших шаловолевых ручек доступа не было значит пробуя самой разной версии значит в разных вариациях 17.3 поверьте моему слову вот это вот версия 17.2 это скажем так золотая сборка linux минта ценамона работает надежно работает стабильно с панельки вот skyrodok убирается вот эти вот допустим завершить сеанс да вот я просто беру и удаляю подтверждаю он улетел почему потому что у меня вот есть кнопочка сразу я нажал и вижу перезагрузить выключить там спячий режим ждущий и так далее вот таком плане теперь значит дальше интернет что-нибудь тут есть такое ненужное чтобы показать как удалять ненужное так в аудио ну давайте я большие удалю все равно я никогда а нет бразера программа для записи на си диски я их уже сто лет не пишу на них вот смотрите как удаляется легко программа в ценамоне удалить заводите пароль не на всех линуксах так легко программа удаляется не на всех далеко на многих это геморрой а здесь вот пожалуйста все взяли удалили все сейчас вам выкинет сообщение что все как говорится там это самое сделано то есть программа очень корректно удаляет все то есть сборка для вас сделано сделано туда положено много хороших программ со временем когда поработаете определитесь то что вам не нужно просто вот так вот зайдете наберете что мне надо и удалите вот и все ну и потом раз там там в две недели пользуйтесь там полисосиком подчищайте там за собой там грехи ваши вот практически все и последняя особенность какая вот менеджер обновлений вот стоит версия посмотрите 17.2 у него здесь вот такая вот есть занудная значит это самая строчечка обновить долину смен 17.3 роза не не делайте этого пожалуйста и не делайте не идите на другие версии потому что с каждой новой версии как я заметил идет все больше и больше геморроя кто-то не работает то то отваливается то то приходится настраивать приходится делать видеоролики когда на 17.2 но все работало как часики и работает вот посмотрите поэтому вот просто-напросто мой вам совет забудьте во первых вот что обновить да вот это вот до 17.3 просто забудьте и живите себе спокойно в параметрах опять-таки все выставлено два уровня никакого третьего уровня не надо не надо вам рисковать автообновление раз в месяц не как там делают каждый там два часа 10 минут дурь лохматая единственное что возьмете настройте себе источники которые расположены ближе всего к вашему месту жительства это репозитарий то есть у меня допустим они здесь одни у вас могут оказаться другие как это дело делается то есть зеркала это основной и значит и вот так вот вот просто-напросто берете нажимаете и пошла значит проверка скажем на вшивость это вот самая низкая скорость это самая высокая вот выбираете самую высокую скорость применить то же самое делаете здесь далее немножечко там проработаться выбрали самую высокую скорость вот пока и показывает немцы по-моему или кто это значит ради бога вы поставили их сюда нажали начать обновить кэшик пусть там она попроверяет посмотрит за закрываете нажали проверить на обновление и пусть там она себе как говорится там берет и проверяет вот практически и все это вот такой вот краткий экскурс от сборки 17.2 которую я и мои друзья называют золотой сборкой потому что на ней удивительным образом как говорится ничего там не ломается ничего там не отваливается все работает очень стабильно и не требует там каких-то особых там усилий там по настройке там или еще что-то виртуальная коробочка тоже работает на удивление хорошо совет не гонитесь вы за этими там 17.3 4 5 и так далее пойму по моему личному опыту как я понял значит все эти там дальнейшего совершенствования требует как правило полугодовой годовой проверки версия 17.2 действительно до двух тысяч девятнадцатого года сидите на ней спокойно и живите счастливо вот практически и все сборочку скачать можете смеги в разделе linux min sonomon там так и будет написано значит стабильная сборка linux min sonomon вот работает хорошо устойчиво и скажем без всяких там геморройных проблем вот таким вот образом то есть вот запомните скажем так вот золотое правило значит вот у меня есть парочка очень таких хороших пользователей один сидит на сборке 17.1 и делает великолепные видеоролики по играм в linux значит олег за страхами ну представляете вот 17.1 у него все как часики все работает все нормально все как говорится безо всяких там проблем а много сидят значит на сборке 17.2 и говорят там ни на какую другую сборку мы больше не пойдем у нас все настроено у нас все работает нормально извиняйте кто хочет приключений ради бога флаг вам руки и вперед как говорится из песни а так люди просто напросто этого не хотят потому что а зачем у них все работает проверили на обновление получили вот такое вот сообщение что система не требует обновления все закрывайте и забудьте об этом на долгое время пока тут не появится там источка или еще что-нибудь ну когда эта галочка поменяется и то еще посмотрите нужно вам это обновление или нет вот и все ну ладно я желаю всем всяческих успехов удач могу рекомендовать что вот лично это мое мнение это самая стабильная сборка linux minson mona которую я знаю вот сделал я еще 17.3 там к ней прицепил и вайн там и балаболку ну вы можете пробовать ту а вот это вот кто как говорится там небольшой игрок вот качайте эту сборку размеры у нее небольшие там порядка там по-моему там 2.24 там или 2.3 гигабайта вот хорошая нормальная стабильная сборка так что вот желаю всем как говорится удачи и всяческих успехов и до новых встреч вот